Болезни винограда и меры борьбы с ними виноградная лоза сопутствовала человечеству на всех этапах его цивилизационного развития, черпая силы у Земли и Солнца. И только в болезни она нуждалась в помощи людей. Заболевание винограда принято делить на две большие группы, инфекционные и неинфекционные. Каждая из них, в свою очередь, включает в себя подгруппы. Ниже рассмотрим подробнее классификацию и симптоматику заболеваний винограда и инфекционные болезни. Грибковые болезни винограда Аидиум Милдью – ложная мучнистая роса. Аидиум – пепелица, мучнистая роса. Альтернариоз – оливковая пятнистость. Антракнос – пятнистый, птичий глаз. Серая – батриноз. Аспергилиозная гниль. Белая гниль. Уайтрод – болезнь градубития. Черная гниль. Блэкрот – розовая плесневидная гниль. Краснуха – вертицеллез. Вилд – бактериальные поражения винограда. Гниль – бактериальная пятнистость. Кислая – уксусная гниль. Бактериальный некроз. Бактериальное увядание. Болезнь аллеерона – бактериоз ягод. Болезнь пирса. Бактериальный рак. Апоплексия. Армилериоз. Корневая гниль. Диплодиоз. Пеницеллез. Фузариоз. Манилиоз. Циркоспориоз. Черная пятнистость. Эскариоз. Фомапсис. Сухорукавность. Гельминтоспориоз. Септориоз. Меланиоз. Эска. Болезнь ствола. Эутипиоз. Сухорукавность. Отмирание рукавов. Далеко не все болезни винограда поддаются лечению. Для некоторых – бактериальный рак. Применим только радикальный способ – раскорчевка с последующим карантином. Вирусные заболевания винограда. Короткоузлия. Инфекционное вырождение. Желтая мозаика. Хлороз. Окаемление жилок. Мозаика белая. Панашур. Пестролистность. Межжелковый хлороз. Золотистое пожелтение. Сплющенность штамба. Некроз побегов. Вирус мозаики резухи, или арабис мозаики. Астероидная, звездчатая, мозаика точка неинфекционной болезни. Хлороз заболевания, спровоцированные условиями произрастания. Элементозы. Болезни связанные с недостатком элементов питания. Хлороз. Недостаток железа. Цинка, марганца или бора. Краснуха. Недостаток калия. Усыхание гребня. Ожоги винограда. Осыпание ягод. Некроз сосудов древесины. Паралич гребней. Апоплексия ствола. Вирус борошатости древесины винограда. Вирус краснолистности. Вирус мраморности листьев. Вирус некрозожилок. Вирус скручивания листьев. Золотистое пожелтение. В списке вирусные заболевания винограда научно описаны лишь первых 4 позиции. Остальные вирусы выделены, но, по результатам наблюдений, представлены в виноградной лазе в латентной форме. Из практического опыта отечественных садоводов любители исследуют, что из вышеприведенного списка общеизвестна только часть заболеваний винограда – милдиум, аидиум, антракоз, хлороз, краснуха, бактериальный рак и элементозы. Первую подсказку дают выявленные при визуальном осмотре на любом этапе роста малейшие отклонения от нормы во внешнем виде растения. Насторожить садовода должна и информация о появлении инфекционного заболевания на соседнем участке. Анализ неблагоприятных погодных ситуаций, пришедшихся на зиму-весну, тоже способен выявить вероятность инфекционного поражения куста. Первыми сигнальными знаками здоровья винограда являются листья. Пораженные листья. Они могут желтеть и сохнуть не только от недостатка влаги в засушливый период, эдафический тип нарушения, механических повреждений лозы или ее возраста. Такая особенность является ведущим признаком элементоза, когда растению недостает в почве азота, железа или других необходимых минеральных веществ. Изменение цвета листовой пластины может быть и признаком грибкового или вирусного поражения, инфекционный хлороз, золотистое пожелтение, белое, пестролистность, и желтое, хлороз, мозаика, фузариоз, эскариоз, септориоз и в активной фазе, заболевание милдью. По желтению молодых листьев в весенний период предполагает инфекционный некроз, изменение содержания хлорофила может наблюдаться по краю листа или вдоль жилок, что иногда свидетельствует о вирусе окаймления жилок или начальной стадии милдью. Высыхание краев листовой пластины. Болезнь пирса. Обесцвечивание листа в нижней части куста наблюдается у растения, заболевшего хронической формой эски, комплекса патогенных грибков часть перечня, болезни, наблюдаемые только в определенных регионах виноградарства, Италия, Испания, Молдовы и ТП. Например, манилиоз, болезнь пирса. Покраснение листа зачастую является следствием элементоза, нехватки фосфора, раннего перехода в осеннюю фазу красных сортов винограда или грибкового поражения краснухой. При поражении белой гнилью, листья выше кольцевидных бурых пятен на побегах тоже краснеют. Преждевременное покраснение листа, с исключением главных жилок, наблюдается при поражении вирусом скручивания листа и вирусом покраснения листьев. Ржавление листа – признак альтернариоза, точечные поражения листовой пластины, черная пятнистость, крупные ржаво-бурые пятна между жилками, проявление грибковой эски. Скручивание листьев как явление имеет вирусную природу, золотистое пожелтение, белая мозаика, кортку узлю или грибковую, айдиум. Побурение листа по краю пластины характерно для заболевания серой гнилью, манилиозом или бурниссури, недостатку калия в почве. Темные пятна говорят о септориозе. Побурение листьев также возникает при царкоспорозе, вертицеллезе и при солнечном ожоге. Коричневый цвет листьев типичен для элементоза, при недостатке калия, и серьезного поражения айдиумом, коричневая пятнистость листовой пластины, вероятность пятнистого некроза. Появление налета, мучнистого, на нижней стороне листа говорит о поражении милдью, легко стираемый серый налет сверху и снизу, айдиум, оливковый бархатистый налет на обратной стороне листа, царкоспориоз. Пятна на листьях могут быть предвестником серьезного заболевания или вызваны нехваткой микроэлементов питания растения. Маслянистого вида прозрачные пятна – признак ложной мучнистой росы, если такого рода пятна образуют узор. Речь идет о короткоузле, рубинового цвета пятна. Симптом краснухи – мелкие бурые или черные некротические пятна. Выраженная черная пятнистость. Некротические пятна с черной каймой возникают при антракозе. Светлые точкообразные пятна. Первое проявление септориоза. Уплотнение наросты на листьях, галы, формируется при поражении краснухой, антракозом, милдью. Увидание листьев без видимых причин. Следствие поражения корневой системы винограда армилериозом. Уменьшение в размерах и деформация листовых пластинок наблюдается при фузариозе. Листья мельчают при утепиозе. Веерное расположение жилок видоизмененных листьев наблюдается при хроническом инфекционном вырождении. Короткоузлее. Узнайте о других заболеваниях и вредителях растений, которые вы можете встретить в саду. Порша, ржавчина, бактериальный ожог, березовый заболонник и облонная моля, лишайник. Обычно одного признака, проявленного только в особенности листа, недостаточно для точной диагностики. Поэтому принято сопоставлять 2-3 симптомы заболевания для эффективности подбора применяемых мер. Аномалия лозы проявляется в появлении на ее поверхности различных пятен. Пятнами красно-фиолетовыми или черными покрывается весь побег в период появления первых пяти листьев. Иногда сливаясь, они окольцовывают весь стебель. Так проявляется в период вегетации черная пятнистость винограда. Бурые пятна на стебле превращаются в глубокие язвы. Антракт нос. Буроватые пятна с серым пушком на молодых побегах. Не исключено милдью. Беловатые пятна у почек, превращающиеся в белый налет. Мучнистая роса. Серебристые или коричневые пятна. Альтернариоз. Лоза приобретает красный оттенок за счет слияния на побеги бурых и розово-серых пятен при антракнозе. Побеги сохнут до полной гибели куста. При поражении эской высыханием лозы вместе со скелетными ветками может завершиться процесс заболевания милдью. На молодых побегах при черной гнили в результате продольных некрозов происходит растрескивание древесины. Истончение побегов, зараженных вирусом борошатостью древесины, тоже приводит к усыханию и гибели растения. Коричневый цвет лоза приобретает обычно после заморозков, но болезненным признаком он становится при ослезлости коры и гнилостном цвете среза. На такой основе может развиваться аидиум или аутипиоз. Темно-коричневые пятна на лубе после зимовки – это пятнистый некроз. Весенний прирост характеризуется уродливостью и хаотичностью побегов. Так проявляет себя бактериальный некроз. В начальной стадии вегетативного цикла уже можно рассмотреть первые признаки появления инфекции на винограде. Интенсивное осыпание цветков и завязей может быть следствием недостаточного опыления при однополом типе цветка, или неблагоприятных погодных условий в момент опыления. Но такими же симптомами сопровождается болезнь пирса. Соцветия засыхают под белым налетом – первые проявления ложной мучнистой росы. Серый пушистый налет, покрывающий верхушку соцветия, говорит о появлении серой гнили. Дождавшись периода формирования завязи и созревания плодов можно получить еще несколько показателей, уточняющих диагностику. Плоды, не успев налиться соком, сохнут, сморщиваются, приобретают синеватый цвет. Это говорит о поражении милдью – циркоспориозом. Если растение инфицировано возбудителем черной или белой гнили, ягоды, сморщиваясь, чернеют или буреют и мумифицируются. При вертицеллезе, вслед за высохшими листьями наступает черед плодов. В активной фазе антракоза виноград даже не успевает вызреть, ягоды сохнут и осыпаются. Иногда при перегрузке куста причиной усыхания ягод является перегиб гребенки, что нарушает поступление к плодам питательных веществ. Уведание кистей в пору созревания свидетельствует о поражении милдьюля и диумом. Уведание отдельных ягод с приобретением отвратительного вкуса свойственно заражению вирусом золотистого пожелтения. Причиной уведания могут быть и адафические факторы – солнечный ожог, дефицит влаги, перегрузка куста. Ягоды осыпаются до возревания при поражении вирусом короткоузля. Гниют ягоды винограда, пораженные серой гнилью, аидиумом, манилиозом. Появление дрозофил – плодовых мушек – обнаруживает кислотную гниль. В условиях жаркой погоды особенно интенсивно развивается аспергилезная гниль, превращая грозди в бурую спороносящую массу. Серый налет на ягодах винограда выдают аидиум. Розовая плесня видная гниль образуется на плодах в период хранения и представляет собой пятно с белым налетом. В срезе плода – розовые очаги спору ношения. Оливковый налет – признать циркоспороза. Белый налет, покрывающий ягоду целиком, типичен для заражения милдью. Пятна на ягодах могут быть рыжими при элементозе, нехватке железа, серыми с черным краем при антракозе, темно-серыми, почти у соединения с плодоножкой, при заражении милдью. Ржавыми выглядят пятна при ожоге препаратами меди. Бурые пятна на виноградинах появляются при серой гниле, светло-коричневой и с сизом пушком заметны в фазе созревания при пенициллезе. Бактериоз ягод начинается со светлого бежевого пятна, которые прорастая внутрь, как бы съедает ягоду изнутри. Поражение единично, для отдельных ягод. Почернение ягод, покрывшихся пикнидами, бугорками, наблюдается при диплодиозе. Если темно-бурые пятна кольцовывают гребень и идущие от него веточки, так проявляет себя паралич гребней. Частичное усыхание гребни ножки кисти винограда происходит при поражении ложной мучнистой росой и болезнью пирса. Общее изменение куста. Особо убедительным для предположения заболевания лозы бывает общее изменение состояния куста. Его морфологии, темпов роста и фаз развития. Куста видает без всяких внешних причин. Ищи причину в земле. Корневая система поражена вертицеллезом. Как результат поражения вертицеллезом, армилериозом, фузариозом, гибели растения. Иначе, апоплексия. Правда и в том, что апоплексия лозы может стать итогом продолжительной засухи, когда растение истощено и просто не в состоянии перенести жаркую погоду. Еще одной причиной внезапного увядания может быть острая форма иски, бактериальной пятнистости, бактериального микроза или фузариоза. Виды изменения одеревеневшей части куста. Поражение древесины куста. Разрушение луба штамба. Когда под корой обнаруживается пленка мицелия, возбудителя армилереза, поднявшегося из корневой системы растения. Таким же воздействием на ствол виноградного куста проявляет себя корневая гниль. Прогневание пораженных частей древесины и отмирание целых рукавов характерно для искариоза. Точки и штрихи на отмежшие корей ствола. Присутствие гельминтоспориоза. Некротизация тканей одеревеневшей части растения с образованием нароста. На месте ранее произведенной обрезки. Убедительный признак аутипиоза. Появление на теле лозомесистой опухоли белого или коричневого цвета означает поражение растения бактериальным раком. Отставание в росте. Снижение плодоношения. Незатруднительное извлечение растений с земли вместе с корнями. Признаки поражения корневой гнилью или бактериальным раком. Те же проявления можно увидеть на взрослых кустах восьмилетнего возраста. Причиной будет грибковая сухорукавность. Обнаружение короткоузля как изменение нормальной формы у молодых побегов объясняется корневой гнилью, фузариозом, эутипиозом, болезнью пирса. Пасынковый прирост побегов. Один из признаков фузариоза – боковое кущение лозы, симптом инфекционного вырождения. Главной особенностью неинфекционных заболеваний винограда является их локальность. Симптомы не передаются рядом стоящим растениям. И, хотя во внешних проявлениях есть пугающее сходство с разного рода инфекциями, их несложно устранить, облегчением структуры почвы, внесением в ее состав недостающих минеральных веществ, оказанием помощи растению в сложные периоды погодных аномалий, засуху, затяжные дожди, укрыв растения от низких температур, в ночные часы, зимний период, подкормив ослабленное растение органикой, изменив к лучшему в целом весь агрофон. Сильное, ухоженное растение успешнее противостоит любой инфекции. А, если в саду еще ведут и профилактические мероприятия биологической, механической и химической обработки, то шансов у патогенных организмов еще меньше. Но только недавно выведенные гибриды, в генную структуру которых в процессе селекции была заложена стойкость к грибковым и некоторым бактериальным и вирусным возбудителям, располагает полной гарантией. Сортовой отбор – самая надежная защита от инфекционных заболеваний.